Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пропустите, пожалуйста, я на минутку. Куда? Один проверь, теперь вторая. А мы неизвестно, попадем сегодня или нет. И правда, девушка, совесть имейте. Весь очередь с самого утра. Пропустите. Я племянница. Варвара моя родная тетя. Да что ты? Где Иришка моя? Ты ее здесь прячешь? Не Ирка тебе нужна, а водка твоя. Где Ирка? Задумаешься, тогда она к тебе вернется. Ведьма проклятая, ты мне за все ответишь? Ты уж затворитель, я сейчас полицию позову. Теть Варь, чего это он? Ушла. Ты что? Ты руки-то не распускай. Вы думаете, она вам поможет? Только хуже сделает. Да что ты мелешь-то, а? Отвали, поедухки. Ну сколько раз я тебе говорила, ну не врывайся ты без спроса. Хорошо, что ворвалась. Он тебя ударить хотел. Ну и что с того? Ну выплеснул бы свою злость, успокоился бы. Несчастный он человек, понимаешь? Да бешеный он. Душа у него болеет. Теть Варь, ну такое прощать нельзя. Пиши заявление в полицию, я отнесу. Ничего чего, делать мне нечего. Ты зачем пришла? Говори быстрее. У меня вон, смотри, народ. Мне живая вода нужна. Заболел кто? Да нет, не волнуйся. Все хорошо. Просто Сережа меня замуж не завит. Сережа. Ты ему намекни. Да намекала уже. Молчит, как будто не слышал. Живая вода нет для переворотов. Ну пожалуйста, давай попробуем. Она же все лечит. Может и Сережину тугоухость, то есть туго думство. Нет. Тебе нужен яртышник. Но у меня сейчас его нет. Я собираюсь завтра на рассвете на расистую поляну. Траву собирать. Давай и ты со мной. Поможешь? А этот яртышник, он точно поможет? Ну, если правильно собрать, то поможет. Ну и я заодно тебе расскажу, какую траву, от чего. Может и людей лечить начнешь. Да что ты, тетя Валь, какая из меня знахарка? Не зарекайся, неизвестно как судьба повернется. Тетя Варя. Тетя Варя. Тетя Варя. Ушла уже. Тетя Варя. 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 Чем-то тяжелым по голове саданули. Удар нанесен сверху. Убийца был выше Варвары. Значительно причем. Тань, здесь еще кровь. Так. Угу. Ну так, брызги так не могли долететь. Возможно, это кровь убийцы. Нужно брать анализ ДНК. Клав, расскажи по порядку, как все было? Да. Тетя Варя здесь всегда траву для живой воды собирала. Настой из трав делала, а воду из колодца своего брала. Многим помогала от болезней всяких. Угу. Помнишь, может быть, она ссорилась с кем-то в последнее время? Соседи, клиенты? Точно. Ссорилась. Вчера мужик ей какой-то угрожал. Ведьмой называл, замахивался. Хорошо, я вовремя пришла, он сбежал сразу. А Барбара как себя вела? Ну, она спокойно отреагировала. Ты же знаешь, какая она была. Не спорила никогда. Клав, дальше что было? Мы договорились, что я приду к ней, траву помогу собирать. А я распала. Дура. Прибежала к ней в дом, а ее нет. Я место знаю, сюда прибежала. Иду ее, зову, потом смотрю, а она... лежит. Клава. Крюхо. Леха, мы пойдем смотрим дом Варвары пока. Да, ребят, вы идите, я с Ледоков сам побежу. Клава, ты на работу пока не приходи, ладно? Мы без тебя справимся. Так я не пущу, никто не пройдет. Из-за тебя и так вчера не успела, сегодня пришлось в такую рань тащиться. Не кричите, полиция. И что дальше? Корешкой будешь размахивать, да? Здесь льгот нет. Кто первый встал, того и тапки. В дом кто-нибудь заходил? Никто не заходил. Ждем, и вы тоже ждите. Приема не будет, Варвару убили. Вы вчера были здесь, да? Да, три часа ждала. Видели мужчину, который зашел перед этой девушкой? Да как не видеть, конечно. Растолкал всех, потом выскочил. Давай Варвару кустилить почем зря. Раньше его видели? Нет, бог миловал. Сереж, смотрите дом пока. Пойдем, Клава. Есть ключ? Да, тетя никогда не запирала, только когда уезжала. Кто-нибудь еще видел этого мужчину? Я видела. Так, давайте составим фоторобот. Лицо скорее круглое, овальное. Овальное. Шкафы и тумбочки твоя тетя тоже не закрывала? Закрывала. Клава, очнись, посмотри, что пропало. Да, сейчас. Деньги на месте. Вроде ничего не украли. Она записывала, кто и когда должен прийти? Нет. У нее даже мобильного телефона не было. Я ей сколько раз говорила, давай куплю. Она ни в какую. Принимала всех, кто приходил. Клава, я обещаю, мы обязательно найдем убийцу. Сереж, я тут сегодня хочу остаться. Мне кажется, тетушка еще здесь. Деньги на месте. Хорошо, останемся. Я с тобой. Возможно, обыск в доме Варвары и ее убийство – дело одних рук. А может быть, действовало несколько преступников. Но следы и отпечатки пальцев, взятые в доме, ничем не помогут. Каждый день в доме бывало множество людей. Понятно. Спасибо, Олег Гавилович. Судя по характеру преступления и силе удара, убийца был предельно жесток и хладнокровен. Возможно, с криминальным прошлым. Он запросто мог прийти накануне к Варваре под видом посетителя, а потом вернуться и убить ее. Вы согласны со мной, коллеги? Или, может быть, вам есть что добавить? Ну, я могу добавить, что Варваре угрожал какой-то мужчина. По второму-то его опознать не удалось. Он ни наш, ни Алистанбурский. Предлагаю разослать ориентировки в соседнее отделение полиции. И в сельский участковый. Что ж, предложение отдельное. Действуйте. Татьяна Юрьевна, вы не проводите меня? Почему вы прямо не ответили на мой вопрос? Александр Васильевич, там человек, который угрожал Варваре, был и, по описанию, скорее, психически нездоровый. Почему вы сразу об этом не сказали? Не хотели ставить под сомнение мой вывод в присутствии коллег? Получается, вы еще дипломат, Татьяна Юрьевна. Неуместный комплимент. Почему же? Ну, потому что вы в своих выводах стремительны, а я люблю подумать. Да, вы склонны к тщательному анализу. Это очень ценно в нашем деле. Но я тоже всегда готов признать ошибки, особенно, если это помогает следствие. Простите, пожалуйста. Да, да. Алло, да, мам. Да, да, не волнуйся, автобус через час. Угу. Давай. Простите, пожалуйста, мне надо отвезти сына в Зауральск. Я обещала ему. Так давайте, я вас подвезу. Нет, 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 я сама довезу. Давайте, давайте, правда, мне совершенно не трудно. Только я при сыне о службе не разговариваю. Прекрасно. Значит, будем разговаривать о чем-нибудь другом. Ребята все в машину спрятались, а я стою, не знаю, что делать. Привет, Денис. Я скучал. Я тоже. Танечка, прекрасно выглядишь. Спасибо. Познакомься, это мой коллега Александр Васильевич. Это Максим. Александр. Максим. Я тортик купил к вашему приезду. Поднимитесь. Повезло тебе? Макс, не могу. Мне нужно быстрее до дома добраться. Звони мне или бабушке каждый день. Я понял, да. Пока, Денис. До свидания. Угу. Александр Васильевич, подведете меня до автовокзала? Нет. Нет. А до Лесногорска подвезло? Ну, это как-то уже неудобно. Неудобно ждать автобуса, а потом трястись со всеми остановками. А завтра, Татьяна Юрьевна, вам утром на работу. Ну, вам тоже на работу. Садитесь в машину. Ну, и скажи, давно у мамы этот коллега? Да нет. Я сам его в первый раз вижу. А он в городе или с мамой работает? Нет. В Средственном комитете. А, ну да. Пойдем. Ну, и как он тебе? Да, хороший дядя. Смешные истории нам по дороге рассказывают. Даже меня не сразу заметили. Представляешь, когда он учился в школе, у него в кабинете биологии был настоящий череп. И его звали Йорик. Да-да-да. Я уже где-то слышал эту смешную историю. Пойдем торт есть. Пойдем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Серёж, ты куда? Кошки разбудили. Пойду шугану. Спи давай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Что это случилось, чуть сама не представилась, ведь целый день без сил провалялась в кровати, вот, помянуть ведь ее надо. Сереж, кто там? Клавушка, это я, войти-то можно? Заходи, тетя Тонь. Пойдем. Ой, сейчас. Ой, ведь горе-то какой, а? Вот так вот живешь, живешь, одним днем и нету. Ой, какой человек был, сколько дел добрых сделал, ведь поголовно ее любили, только один вот негодяй кровь ей портил. Какой негодяй? Да Степка Пыжов, псих ненормальный, без царя в башке. Ну, при чем здесь Пыжов? Да она тебе ничего не рассказывала, берегла от себя, а я все знала, зуб он на нее точил, не расплатилась, она с ним видишь ли. За что? Да не за что, колодец попросил старый почистить, ну, делов-то, а он с пьяным-то такого натворил, вода-то пошла, гнилая, вонючая, я ей говорю, ну, ты давай, давай гони в шею-то этого Степку, ну, она и прогнала, и другого работника взяла, а он все сделал. Но вода все равно попахивает. Да, самой малость, не то, что после Степкиной работы-то, а он угрожать стал, свое требовать, думал, Варвара миллион зарабатывает, ведь она ни копеечки у людей никогда не брала, на пенсию только жила. Правда, правда, никогда ни с кого ни копейки. Тот, кто здесь шарил, денег не взял. Чего же он искал? Да ясно чего, кедровку, к Степке-то, если кедровка в руки попадет, ему и денег-то не нужно. Клаудюшка, а ты иди-ка, проверь она, Варварина-то, запасы сильно убавились-то? Сейчас. И убил Степка, больше некому. Из-за кедровки? Убить? И правда нет кедровки, вот все, что осталось. Да ну, ерунда какая-то. Я тебе преступника нашла, беги-ка вон давай арестовывай, а то Степка сейчас проспится, а то убегет отседова, а потом локти кусать будешь. Да дайте хоть переодеться. И я, и я с тобой. Сиди здесь. Сейчас я. Степка, Степка, открывай! Открывай, кому сказала! Ты здесь ведь? Эй! Ты куда собрался? Руки поднял? Что? Полиция, руки вверх. А что надо? Пойдем, побеседуем. Пошли, разговаривать будем. Вот, вот теперь порядок, за все Степка ответишь, а? Пошел, пошел. Не был я у нее и не брал ничегошеньки. А это что? Что? Кедровочка эта моя, которую вы у меня отобрали. Это Варварина, Кедровка. Клавдия и Тетоне подтвердили. Два свидетеля, Пыжов. Два! Эй! Какие свидетели? Вам что? Делать нечего, а? Вы бы, что он бандитов до хулиганов ловили. Так мы убийцу ловим, Степан Данилович. Эй! Эй! Какого убийцу? Убийцу Варвары. Чего? Это как это? Варьку? А кто же ты ее? Ты! Ты главный подозреваемый. Вы чего? Вы чего, ребят, ну поругались мы с ней. Я проучить ее хотел, но чтобы убить. Ты был вчера в ее доме? Был? Был, но не было ее там. Я это самое на рассвете в окно посмотрел, гляжу, Варька в тайгу пошла и народу вокруг никого. Ну все. Думаю, пора забирать то, что по совести мне причитается. Вода в колодце у нее. Вонючая витель. Я что ли воду эту испортил? Вошел в дом дальше. А чего? Что дальше? Ну, порыться пришлось. Деньги видел. Вот. Убрать не стал. Не надо мне чужого. На кедровку вон договаривались. Ее и взял. Хорошая кедровка у нее. Не отвлекайтесь, Степан Данилович. А кто отвлекается-то? Ну пришел домой, снял пробу с кедровки. Думал, дождусь Варьку, погляжу, как мечется она. Ну и дождался. Отдалела. Кедровка. Проснулся от стука. Думал, она вам на меня заявление накатала. Ну и потек так вот. На всякий случай. Больше вам добавить нечего? Есть. Жалко Варьку мне. Тьфу. Жалко ему. Прочтите протокол допроса. Если согласны, подпишите. А чего читать? Я в родной полиции завсегда верю. Подписывай. Посидишь в КПЗ до выяснения всех обстоятельств. Каких еще обстоятельств? Сережа. На выход! Не смог он бы с одного удара ее убить. Согласен. Но кровь его все равно нужна. Отпоятная экспертиза. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. А вы помощница Варвары Дмитриевны? Я племянница ее. Только что узнал, что случилось. Такое горе. Соболезную всей душой. Спасибо. Да. Некому меня больше лечить. А что болит у вас? Ноги. Ой. Ой. Что? Что? Ой. Не могу стоять. Ну, пойдемте в дом тогда. Сводит. Аккуратно. Ой, спасибо. Так. Ой. Сейчас. Господи. Да что ж. Так что у вас с ногами? Невралгия. Ноги так сводят. Верите, стоять не могу. Работа у меня серьезная. У меня эти крепления вообще ни к чему. А врачи что говорят? А врачи от меня отказались. Это вот хорошо, Николай Петрович. Боровик. Твой родный брат мой. Сказал, что есть такая чудесная женщина. Варвара Дмитриевна. Была. То есть Боровик ваш кузен? Да. Меня Михаил зовут. Клавдия. Очень приятно. Вот. И тетушка, ну, ваша буквально на ноги меня поставила. А вы людей не лечите, случайно? Ой, нет, нет, что вы. Мне тетушки на таланты не передались. Хотя вы не первый уже, кто спрашивает. Простите. Я понимаю, вас замучили вопросами. Ну, покоя вам теперь точно не ждать. Я бы на вашем месте вообще дом бы этот продал бы и куда-нибудь переехал бы подальше. Никогда. Тут душа тетушкина. Я чувствую. Я лучше свой дом продам, а здесь жить буду. И дар, может быть, потихонечку откроется. Ну, стены они же помогают. И вот исцелять начнете. Да ну что вы. У меня ни тетя Валина твердости, ни знаний. Это ведь же очень непросто. Хотя, вы знаете, вот накануне того, что случилось, мне тетушка сказала, что от судьбы не уйдешь. Да вы что? Ну, это она вас, значит, благословила так? Может, попробуйте? Мне вот до исцеления совсем чуть-чуть осталось. Да я даже с чего начать не знаю. А вы как ваша тетушка начните? Она сначала самочувствие проверяла. По ладони. Попробуйте. Вы не бойтесь. Прям полной ладонью. Вот вы коснулись сейчас меня. Мне прям сразу легче стало. Правда? Правда. Определенно у вас есть дар. А по поводу знаний вы не переживайте. У вашей тетушки есть тетрадка. И там куча всяких рецептов. Да, я сейчас посмотрю. Так. 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 Ой. Что случилось? Извините. Это срочно. Клавдия. А? Захлопните. Ну что, по фотороботу никаких новостей, нет? Лех, пока нет. Смотрите. Тетя на тетрадь. Вырван лист с рецептом живой воды. Ты уверена? На все сто. Остальные листы целые. Похоже, кто-то из конкурентов Варвары решил подзаработать на ее снадобье. Варвара с людей денег не брала, а кто-то берет, и немалые. Угу. Так. Я на штат трех знахарей, активно работающих в нашем районе. Это Марченко Юрий Павлович в Мележах, Кузнецов Виталий Петрович в Дубках, Лихолетова Светлана Федоровна. Она в письянах. Нужно с каждым из них поговорить, и, возможно, мы найдем след этой живой воды. Так они тебе и признаются. Даже разговаривать не станут. Ну, это если удостоверение показывать. А если не показывать, нужно прийти как клиент и просить помощи. Тань, я не знаю, о чем с ними разговаривать. Сережа, ты же обещала найти убийцу. Если не знаешь, о чем с ними разговаривать, спроси, почему ты жениться боишься. Знаешь, возьму-ка я с собой Любу. Она кое-что да придумает. Угу. Кстати, по поводу фотографий. Нужно все фотографии фигурантов дела повесить на одну доску для наглядности. Так удобнее будет. Майор Першин. Выполняйте. Я? Ты, Серега, ты. Ты же Першин у нас. Вперед. Ну, голубчики мои, что у вас приключилось? Вы знаете, мы женаты очень давно. И у нас никак не получается завести ребенка. Люба. Подожди, давай я сама. Я хочу вас спросить. Возможно, мне уже поздно. Дорогуша, да какие твои годы. А проблему эту решим. Я-то на что? Машунь, у нас зачатие. Ну, голубчики мои, беритесь за руки и слушайте меня. Есть у овцы ягнята, у кобылы жеребята, у свиньи поросята. А у Любы с Илюшей нет дитять. Как месяц зайдет, как из семени семечка, Так у Любаши Илюша дитятя вырастет. Повторите, как скажу, так и сбудется. Как скажу, так и сбудется. Ты, дорогуша моя, дай ему имя, Ухаживай, как за родным, Песни пой, листочки протирай, Да шипоток наш повторяй. И будет вам счастье. С вас пять тысяч. Пять тысяч? Пять тысяч? Пять тысяч за фикус? Никогда б не подумал, что от фикуса дети родятся. Так от тебя-то, Илюш, пока нет никакого прока. Ты... Я говорю, ух... Говорят, у вас какое-то есть чудодейственное средство. Живая вода вроде называется. А может еще его вдогоночку? Ну чтоб наверняка, да? А что? Добавь десяточку и будет тебе живая вода. Десять тысяч? Ага. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Организуем. Так. Смотрите. Сейчас секундочку. Ой, милая. Ну это просто красота. За десять тысяч. Ну что это? Да это ерунда. Десять тысяч. Это я хочу. Я все в состоянии для детей. Ты готов. Сейчас. Сейчас. Что-то не хватает. Вот так вот. Пятьдесят. Вот. Пятьдесят рублей. Тридцать. А больше нет. А, есть. Есть. Сдачи дали, мороженый покупал. Сейчас. Вот. Вот, посчитайте. Должно быть ровно. Пятнадцать тысяч. Нет, Илюш, ты честный человек. Я же себя насквозь вижу. Да? Машунь, принеси живую воду. Сначала муж должен столовую ложку выпить, потом жена. Сколько дней будете воду пить, столько дней у вас все хорошо будет. И что, работает? Работает. Это ж надо, а? Люк, ты что, правда его, что ли, домой потащил? Ну, конечно, за такие-то деньги. Подожди, и что, ухаживать за ним будешь? Песни, что ли, петь, да? Да я хоть серенада ему буду петь, лишь бы помогло. Люк, ну ты совсем с ума сошла, что ли? Ну, ты же никогда раньше в чушь не верила, ну? Да вот я и думаю, может, зря не верила. А, да. Садись. Я вас внимательно слушаю. Юрий Павлович, от меня ушел муж. Помогите, пожалуйста, его вернуть. Я слышала, есть такое средство, как живая вода. Наверняка у вас есть. Разумеется. В сказках или у шарлатанов. А у меня, увы. Зачем вы меня обманываете? У вас нет мужа. И не будет в ближайшее время. Вы недавно пережили трагедию в личной жизни. И не готовы к новым отношениям. Понятно. Извините. А человека найти можете? Я так и подумал, что из полиции. А почему сразу не сказали? Полиция очищает мир от зла. В этом смысле мы с вами коллеги. Что? У вас самих не получается? Давайте фото. Фото нет, есть фоторобот. Вот. Не уверен, но могу попробовать. Приходите в другой раз. И распечатайте все изображения. Сила, которой я обладаю, не работает с гаджетами. Поняла. Спасибо. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует. Даже в кочку. Ага. Снижение. Ура! Ваше! Ура! Продолжение следует. Ура! Продолжение следует. Как к Кузнецову съездил? Нет его дома и телефон вне зоны действия. Соседи сказали, что он в время трения в тайгу ходит. У него там место силы, энергии набирается. Значит, спросить ничего не удалось. Жаль. Клава, ты всерьез думаешь, что я боюсь жениться? Ну а что мне еще думать, Сережа? Ты молчишь. Что тебя не устраивает в наших отношениях? Я думаю, тебя что-то не устраивает. Меня все устраивает, честное слово, а канцелярию и присутствуют места я ненавижу. Мне этого добра на службе хватает. Ладно. Спасибо. Было очень вкусно. Пойду. Труба зовет. Я с тобой. Пора мне на работу выходить. Клава, отдохни. Приди в себя. Я мужчина и я решаю. А что Илья Гаврилович скажет? Я с ним договорюсь. Он мужчина. Он решает. Тетя Валь, что мне делать? Александр Васильевич, я вам там сообщение с номером телефона, которое нужно срочно пробить, отправил. Если есть возможность узнать, где сейчас находится в данный момент абонент. Ага. Спасибо. Буду ждать, да. Угадай, сколько я заплатил лихолетовой за пол-литра H2O? Ну, максимум тысяча. Множь на десять. Серьезно, что ли? Еще комнатный цветок впарила мне. За сколько, не скажу. Ну, как успехи? О, неужто живая вода? Она самая. Ох, ребята, затейница эта лихолетова. Я себя Иванушка из сказки почувствовал. Дурачком? Кстати, что там с наглядным материалом? Сейчас. Ну, не знаю. Вода как вода. Сережа, понюхай. Клава сказала, что живая вода у нас пахнет глиницей. Это может в колодце у Варвары? Илюха взяла это у лихолетовой. Откуда она это берет, мы не знаем. Откуда вода, интересно? У нее помощница живой водой заведует. Чего за помощница? Она ее Машуней называет. Слушайте, если бы вы знали, какое представление устроила эта лихолетова, они там чуть ли не плясали с Любой вокруг этого фикус. Насчет тебя во что угодно поверю, но чтобы Люба... Да. Вот же эта Машуня. Вот она. Ну да, вот она эта Машуня. Она первой пришла бы в дом Варвары. Так, где списки посетителей Варвары? Машуня. Мария Тарасова, Мария Андреевна. Илья, нужно выписать тогда постановление на обыск у Лихолетовой и на задержание у Тарасовой и Марии Андреевны. Сейчас сделаем. Ой, что случилось? Клавдия, извините, пожалуйста. Ноги разболелись. Я не стал бы вас беспокоить, ну просто невыносим. Ну, пойдемте в дом. Помогу вам. Давайте. Так. Ой, спасибо. Спасибо. Ой, сейчас я сам. Спасибо. Мария Андреевна, может мы не будем зря терять время? Так не теряйте, кто вас просит. Сами вынуждаете, сказали, ну чистоту так нет. Упрямитесь. Я все сказала. Я ничего не знаю, ничего не видела и ничего не слышала. Так. Это что? Листья от пасконника, три столовые ложки корень кровохлебки, одна штука гадючий лук, пять луковиц, вино красное три стакана. Рецепт настойки для мужской стилы. Вам дадим бесплатно. Спасибо, не жалуюсь. Так, это... Вот же она, живая вода. Почерк Варвары? Он самый. Какая неаккуратность? Мария Андреевна, храните такую улику? Наизусть поленились выучить. Я это что-то не пойму. А что я такого сделала, да? Ну, как минимум, это кража чужого имущества. С незаконным проникновением в чужое жилище. Статья 158 уголовного кодекса. Ну какая статья? Да у нее дом всегда открыт, заходи кто хочешь. Скажите, вы кражу планировали или случайно вышло? Я ничего не планировала. И говорить я больше ничего не буду. Ну и дура. Я сама все скажу. Я просила ее, узнай рецепт этой живой воды. Столько народу о ней спрашивает. Заработать хотели? А что такого? Заработать не обмануть. Рецепт искали, да. Никто вашей Варваре зла не желал. Маша мне к ней с утра пораньше пришла, постучала в дверь, а дверь открыта. Спасибо большое, Мария Андреевна. Продолжите? Вошла. Никого. На столе тетрадь с рецептами. Я взяла и листочек оттуда вырвала. Да, вырвала. И считайте это чистосердечным признанием. Тут до чистосердечного как до луны вам. Вы Варвару видели? Нет. В доме вы что видели? Да не знаю, кавардак, бардак. Я вообще удивилась, как интересный человек живет. Что же вы сразу не рванули куда подальше? Да потому что, когда я вышла, стал собираться народ. И я подумала, что если я сейчас как-то ускорюсь, то они подумают, что что-то не так. Поэтому я осталась и решила дождаться Варвару. Тем более я правда слышала о ней очень много хорошего. Угу. Рана у вас откуда? Поцарапалась. А сук? Где этот сук? В саду. Я что-то сейчас не поняла. Вы что, меня подозреваете что ли? Да не убивала я вашу Варвару. Вы что? Экспертиза все покажет. Мария Андреевна, вы задержаны. Будете буянить наден наручники. Да. Тихо. Пройдемте. Светлана Федоровна, я вам оформлю подписку о невыезде. Угу. Да. Давайте паспорт. Капочка, я словно заново родился. Сколько я вам должен? Ой, нет, ничего не надо. Теть Варе денег не брала и я не буду. Прекратите. Вы столько времени на меня потратили. Сколько? Не надо. Мне бы еще пару раз к вам приехать. Приезжайте, когда хотите. Все добро. Что за хлыщ? Да так. Один старый знакомый. И откуда он взялся? И что ему нужно? Ему нужно то, что тебе, Сереж, не нужно. Не понял. А ты подумай. А ты объясни мне, Клава. Подумал уже. Да, задержали еще одну подозреваемую. Установили, что она совершила кражу в доме Варвары в день ее убийства. Угу. Биоматериал отправим на экспертизу. Да, Александр Васильевич. Сейчас передам. Тебя спрашивают. День добрый, да, Александр Васильевич? Ну, да, все вроде бы сходится. Подозреваемая высокая, крепкого телосложения. Есть, конечно, сомнения, что женщина может такой удар нанести. Но мы все равно ее проверим, потому что у нее на руке рано. Да. Слушайте, а вы получили информацию с телефона Кузнецова? Ага. Да, поняла. Спасибо. Да, и вам. Телефон Кузнецова отключен уже неделю. Местоположение недоступно. Ну, Кузнецов надолго уходит в тайгу. Вы лучше с Серегой поезжайте к нему, проверьте все, хорошо? Есть. Ну, вот. Ты хотела? Пожалуйста. Вот. Да. Будем скрывать и обыскивать дом. Нужно было понятых. Спасибо. Ждем. Долго этого участкового ждать? Ну, полчаса где-то, пока осмотримся. Дверь что-то приоткрыта. Вчера была закрыта. Точно? Да, не обижаешь. Стой. Перчатки. Смотри. Четкий кузнецовый. А смотри, следы волочения. Кост примет. Кросс. Ботинок. Сереж, пойдем. Ну, сюда. Сереж. Кузнецов. Как Варвару по башке шарахнули. Характер убийства тот же. Рот занятий тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Что ж, похоже, у нас серия. Сначала Варвара, потом Кузнецов. Жаль, что ваша версия живой водой не получила подтверждения. Зато я точно поняла, что убийца психически нездоровый человек, который по какой-то своей причине не взлюбил знахаря. Может быть, здесь какая-то своя личная история? Вы разослали ориентировку с фотороботом подозреваемым? Да, но пока без результата. Да, по нашим базам тоже глухо. Этот человек раньше не попадал в поле зрения полиции. Будем искать. Я намерена пойти к знахарю Марченко. Он обещал помочь. Вы пойдете к колдуну? Татьяна Юрьевна, вы что, правда верите этим мракобесам? Александр Васильевич, нам нужно ловить преступников любыми способами. Марченко, кстати, нетривиальный тип. Ну, по крайней мере, мою историю он увидел очень точно. Нравится мне в вас ваша независимость. Нравится. Очень жаль, что мы встречаемся только на месте страшных преступлений. Кстати, когда Денис едет домой, я могу подвезти. Спасибо. Но пока он будет у папы. Ну, хорошо. Если что, звоните. Обязательно. Всего доброго. Он что, тебя клеит? Просто поговорили. Он тебе нравится? Всюш, ты что? Свою личную жизнь устроила? Решала моей заняться? Да какую устроила? Пока я эту убийцу ловлю, кого бы за моей спиной шашню взяла. Вот это поворот. А можно поподробнее? Все. Садитесь. Получилось. Этот человек находится не далеко. Он сейчас страдает по собственной вине. Он совершил что-то очень плохое. Ну, что мне не открылось. Если бы была обычная фотография, я бы увидел. Запомните этого человека. Возможно, это убийца. Скажите, вам в последнее время никто не угрожал? Нет. Если бы кто-то желал мне зла, я бы почувствовал. Ну да. Ну, будьте осторожны все равно. А вы говорите, он недалеко, да? Да. А не найдется ли у вас карта района? Только не в телефоне. Есть. 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 Есть, есть, есть. Не везет нам с участковыми. Ну, вот где он? До встречи еще десять минут. Господи, до чего мы докатились, а? Мчимся куда-то сломя голову по наводке каких-то колдунов. Ведь пострадали уже от этих проходимцев. А кто конкретно пострадал? Я. Люба моя, с ума сошла от этого фика, с которым нам Лихолетова дала. Мы теперь втроем живем, и неизвестно еще, кто ей нужен больше. Да, Элёх, с таким соперником тебе точно не справиться. Но ты-то бы точно справился, правда ведь? А то. Любовью и лаской. Устрой, люби, романтический вечер. Фикус на такое точно не способен. Сереженька, ты бы своим советом сам воспользовался. Клаве давно цветы дарил. Я-то тут при чем? Серег, так у тебя тоже засада, что ли? Здравия желаю. Здравствуйте, Сергей. Василий. Татьяна. Здравия желаю. Подполковник Сагайда Илья Гаврилович. Давно меня ждете, да? Не переживайте, мы только приехали. Вам знаком этот человек? А как же, личность примечательная. Коваль, Виктор Геннадьевич. Почему раньше не сообщили, не ответили на запрос? Так а я на больничном, а замены нет. Сами понимаете, каково это для сельской местности. Что можете про него сказать? Буйный, жену свою бьет, Ирину. Она обращалась неоднократно, но заявление писать отказывалась. Просила так повлиять, без заявления. Ну что же, вы повлияли? Так а чем на него повлияешь? А вы хотите с ним познакомиться? Обязательно! Проходите. Сейчас. Чего надо? Виктор Геннадьевич, привет. Тебе тут товарищи из Лесногорска. Поговорить хотят? Да я не хочу. Не спеши, Виктор Геннадьевич. Пошли вон отсюда! Ты что, обалдел, что ли? Так с представителями власти разговаривать. Пошли вон отсюда, я сказал! Положи! Весьяна. Сейчас башку проломлю. Давай, попробуй. Стой, на одного! Это вам. Да не надо было. Зачем? Какая малость по сравнению с тем, что вы для меня делаете? Да ничего я еще для вас не сделала. Я тут заглянула в тетю Варю на тетрадь. Там столько всего. Мне еще учиться и учиться. Вы мне одним своим присутствием помогаете. Разве так бывает? Ой, какая красота! Я очень Розы люблю. А я тоже. Мы с вами родственные души, значит. А это большая редкость. Когда-нибудь раньше встретяли родственную душу. Что-то случилось? Да. Есть один человек. Мне с ним очень хорошо. Только замуж меня не зовет. А почему, не знаю. А может быть, вы мне посоветуете? Я? Ну да, вы же мужчина. Да, мужчина. Знаете, мне кажется, мужчины, они проще женщин устроены. И если мужчина не предлагает вам совместную семейную жизнь, то он просто не хочет на вас жениться, и все. И никаких смыслов тут других искать не следует. И что же мне делать? Я не знаю. Может быть, стоит оглянуться? И, может быть, вы тогда увидите того самого человека, который без колебаний скажет вам важные слова. Потому что любит вас. По-настоящему. Виктор Геннадьевич, вы подозреваетесь в совершении двойного убийства. Чего? Кого? Знахарей. Варвары Дмитриевны Поляковой, Виталия Петровича Кузнецова. Вы не знаете этих людей? Второго точно не знал. Варвару знал хорошо. Тоже мне. Знахарь. Ты к ней за помощью обращался? Врезать хотел от души. За что? Ирка Маяк не стала захаживать. Характер ей, видите ли, мой, не нравился. Траву у нее покупала или брала. Водой вонючей опохмеляться заставляла. Суп из нее варила. А я взял суп, ей за шиворот вылил. Вы бы мужики на моем месте что-то сделали. Без лирики давай. Дальше. Дальше Ирка ушла. С концами. В розыск объявляли? Не, не объявлял. Думно вернется. У Варвары вы что делали? Ирку дуру искал. Где Иришка моя? Ты ее здесь прячешь? Не Ирка тебе нужна, а водка твоя. Где Ирка? Задумаешься, тогда она к тебе вернется. Ведьма проклятая, ты мне за все ответишь. Врезать хотел от души, но не врезал же. Виктор Геннадьевич, виновны вы или нет, определит экспертизу. Да не убивал я никого. Пустите, сам пойду. Я не буду сопротивляться. Вот, возможно, орудие убийства. Вы правда думаете, что это он убил? Предварительному описанию предполагаемого преступника Ковали соответствует. Мотив у него был. Выясните, где его жена. Хорошо, если она жива и здорова. А вы думаете, он ее? Понял. Обязательно выясню. Спасибо. Это откуда? Кто принес? Был тут один человек. Тот хлыщ? Не молчи, когда тебя спрашивают. Какое право ты имеешь меня спрашивать? Ты меня в чем-то подозреваешь? А как же мне тебя не подозревать, Клава? Ну, тогда вызови меня на допрос. Предъяви мне официальное постановление. Я знаю, как оно выглядит. Во всем остальном ты можешь меня обманывать. А с постановлением не удастся. О чем ты, Клава? При чем здесь постановление? При том. При чем и твои вопросы? Мы с тобой кто друг к другу? Никто. Ты мне не муж. Я тебе не жена. Звук мы, Клава? Продолжение следует... Птичка снесла яичко, а мы выносим и выменьшим ребеночка. Как желток в яйце оказался, так ребеночек в животе завязался. Ой, Илья, ну что ты подкрадываешься? Я хотел тебе сюрприз сделать. Вот твои любимые конфеты. Кукиваны. Поставь там. Как в лесу растет тубок и селену навысок. Пошли мне сыночка-соколика и дочку-ласточку. Люба, давай поговорим, а? Давай. Не сейчас, Илья. Ты мне мешаешь. Я тебе мешаю? Может, хватит все эти сюси-пуси, а? Люба, я ведь уйду. Я ведь совсем уйду. А иди. Как уйдешь, так и вернешься. От меня идешь Мириным, в доме моем будешь жеребцом. Как скажу, так и будет. Люба, ты с ума сошла, что ли, а? А ну-ка поставь Феликса на место. Феликса? Да, он не любит резких движений. Что он еще не любит? Он не любит сквозняков, открытого солнца и частых пересадок. Поставь у него от этого депрессию. Люба, выбирай! Либо он, либо я! Тогда сумасшедший дом, Люба. Так, а чего вы такие пасмурные? А отчего нам сиять? Пришли результаты судной экспертизы. Значит, ни Тарасова, ни Коваль, ни Пыжов к убийству Варвары и Кузнецовой не причастны. Надо их отпускать. Убийца мы не нашли. Ну, а пока не нашли. Позвоним Крылатову. Александр Васильевич, добрый день. Да, получили. Ну что, убийца по-прежнему на свободе. Знахарям Лихолетова и Марченко, возможно, угрожает опасность. Предлагаю установить за ними наблюдение. Но, своими силами, боюсь, мы не справимся. Витя! Витенька! Юлечка! Так испугалась? Ты как здесь? Мне участковый сказал. А как он тебя нашел? Мне Варвара говорила, ты как почувствуешь, что пора. Возвращайся. Ну, я почувствовала, что теперь у нас все по-другому будет. Будет. Иначе я сам себя придушу. Не надо. Давай поживем, как люди. Живем. Пойдем. Свет! Свет! Слушайте меня. Я... Она там, в комнате. Я ее не убивала. Я ее не убивала. Я клянусь вам. Я клянусь, она там лежит в комнате, а я не убивала ее. Постарайтесь успокоиться. Хорошо, шантырь есть. Я ее не убивала. Вы слышите меня? Да. Она там уже, там. Спокойно. А я пришла. Посидите здесь, Марья Андреевна. Хорошо. А она была уже там. Я честно их слово говорю. Тихо, тихо, тихо. Оставайтесь здесь, пожалуйста. Да. Да. Александр Васильевич, почерк убийства тот же. Скажите, вы уже выслали кого-то к дому Марченко? Понимаю. Тогда мы поедем к нему. Сереж, поехали. Юрий Павлович, вы должны прекратить прием посетителей. А лучше вообще уехать, пока мы не найдем убийцу. Вы напрасно беспокойтесь. Я уже говорил, мне ничего не угрожает. Ну, Кузнецов и Лихолетова тоже были уверены в своей безопасности. Это только подчеркивает, что они были шарлатаны. Но я вижу все. Хорошо. Тогда мы будем находиться рядом с вами. Об этом не может быть речи. Чужим здесь не место. Я не смогу сосредоточиться. Так что же? Доктор, магистр. И не сможете сосредоточиться? Простите, молодой человек. У меня слишком много дел. До свидания. Жлоб с понтами. Не может от денег отказаться. Нет, нет, нет. Он действительно ничего не боится. Подоблюдаем за ним, пока Крылатов не пришлет кого-нибудь. Вот почему Марченко ничего не боится? Угроза очевидна. А действительно считает себя ваш другим? Да. А что, если он сам убирает конкурентов? Поэтому не боится. Сереж, Марченко помог найти Коваля. Может, нарочно наложен след на правила? Пока мы возились с Ковалем, он убрал Лихолетова. Что не так? Не знаю. Чувствую, что он здесь ни при чем. Вон он. Смотри. Давай за ним. Незаметно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, конечно. Илюш, надо так надо. Спасибо, Илюха. Люб, спасибо. Да. Спасибо, Господи. Как Маша? В палатке, если пору себя прийти не может. Размазов не объявился? Нет. Ну, Орлы, обещали сразу позвонить. Уговор же был. Решили не дергать по пустякам. С ним вроде все в порядке было. Было. Может, было. А вот что с ним теперь? Сережа, подожди. Кажется, я знаю, что искали. Ты на редкость проницательницей любил. На этом моя проницательница заканчивается. Где искать, Людоведа? Есть идея. Здесь рядом должен быть один из шелагановских скитов. Вот. Понятно. До нашего возвращения никуда, ясно? Ясно. И больше никакой самодеятельности. Здравствуйте, Алексей Савельевич. Что ищем с утра пораньше? Не ваше это дело. Зря ты так. Мы помочь можем. Смотри, что мы нашли в автомобиле Глухого. А ведь мы были не первые. Кто-то искал раньше нас, но ничего не нашел и пристрелил твоего дружка. Ну, похоже, для вас это не новость. Мы предполагаем, что убийцы Глухого вчера посетили и вас. После чего ты и побежал в тайгу. Кстати, где-то ночевал. Ходи же в лесу. На елочке. Потому что я на базу возвращаться больше не буду. Если они приедут, они меня точно убьют. Алексей Савельевич, вам лучше сотрудничать с нами. Иначе защитить вас уже будет некому. Понадеялся, дурак, а? А счастливый в лет два раза не упадает. Икону здесь нашел? Ты здесь же, вон. Я после дождя иду, там блестит что-то в грязи. Я спустился, глаза в свою не поверил. А потом понял, поползень здесь поблизости. Здесь раньше был скид староверов. Что вы сделали с иконой? Я Витя Глухого показал. Он говорит, давай продадим. Покупатель верный есть. Марат какой-то. Что было дальше? Марат согласился купить. Только цены задешево предложили. А Витя кричит, нет. Состояние целое стоит. С чего это он взял? Так вот, он в интернете видел такую. Вот и цену поднял в десять раз. Марат согласился. Вот они и договорились. На окраине Лесногорска встретиться. На рассвете где-то. Видите, как меня-то поехал. Только сначала, говорит, Икону за них спрячу. Сначала деньги. Получу. Походу, у Марата были другие планы. Да. Алексей Савельевич, помогите нам найти Марата. Ваша помощь следствию будет неоценимой услугой для вас. Ну и бонусом жив останешься. Дело-то четвергнет. А, нашел твою комнату, Марат. Да, куда подвезти? Куда скажешь-то? Не, на базу ко мне нельзя. У меня парень потерялся. Полиция с утра нагрелывала. Где? А, все, все, договорились. А, Марат, денежку-то не забудь. Ну, который ты Витике-то обещал. Мне лишнее не надо, да. Все, через сейчас буду-буду. Молодец, Савельевич. Сагайде, вдвоем можем не справиться. Дай ключи. А как же я-то? Ты? Мне-то куда? А ты молись давай за нас. Если не выгорят, до тебя доберутся. Молиться-то знаешь? Вот и молоток. Волпочки, а вот и наши клиенты. Чего-то рановато. Походу, решили взять Савельевичу, раз плохо. Останавливаться нельзя, надо дотянуть для Ильи. Савельевич. Савельевич. Ты кто такой? Где деньги, Марат? Какие тебе деньги? Ну, ты мне деньги, я тебе икону. Такой же уговор. У меня с тобой никакого уговора не было. Где товар? Живо! Хорошо, хорошо. Спокойно. Руки! Так, ты замер. Руки на машину. Вы что так рано тормознули? Я же дальше ждал. Прости, Илюха, не потянули. Та, полегче. Пошел. Этого упаковать. Марат Альбертович, что-то мне подсказывает, что отпечатки ваших пальцев окажутся не только на этом предмете, но и на дверце, и в салоне автомобиля Виктора Глухова. Открутиться не удастся. Сейчас самое время начать сотрудничать со следствием и сделать чистосердечное признание. За что вы убили Виктора Глухова? Платить не хотел. Икону хотел забрать, но поторопился. Он в лес рванул, но мы машину обыскали. Там иконы не было. Пришлось к нему домой наведаться. Дальше вы знаете. Глухов в автомобиле был один? Один. Лишнего на себя не возьму. Этого парня вы видели когда-нибудь? А это кто? Тебя спрашивают, видел или нет? Не видел. Ну смотри сам. Если соврал, экспертиза все покажет. О чем мне врать-то? Я же на чистосердечное иду. Это задержанный? Так точно, здравия желаю. К стене. Где второй? В КПЗ еще не допрашивали. Хотите поучаствовать? Не вижу смысла. Их сегодня же доставят за Уральск, там и допросят. Где Третьякова и Сагайда? Там. Неплохо. Молодцы. Стараюсь, Александр Васильевич. Я не пойму, зачем нужно было так рисковать? Почему не вызвали группу захвата, не произвели задержание, как положено? Леон Гаврилович, я буду вынужден добиваться для вас дисциплинарного взыскания. Простите, Александр Васильевич, не могли бы вы мне уделить немного времени? Александр Васильевич, понимаете, если мы будем каждый раз ждать группу захвата из-за Уральска, все преступники успеют разбежаться. Татьяна Юрьевна, это не аргумент. Нарушение дисциплины так останется нарушением, как бы вы его не романтизировали. Да, я согласна. Тогда прошу считать это моим личным самоуправством. Ну, как вы не понимаете? Я же о вас волнуюсь. А о першине Сагайде? Александр Васильевич, вы, конечно, правы, но только с формальной точки зрения. Скажите, я могу быть уверена, что подполковник Сагайда не пострадает? Вот мне стыдно признаться. Однако, Татьяна Юрьевна, вы из меня веревки вьете. О чем мы будем говорить? О службе как-то не хочется. Ну, давайте о поэзии. Я в юности очень люблю поэзию. Да? Да. Ух ты. Ах! Это что это? Ничего себе! День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя Саша. Привет, Денис. Привет. А это что такое? Поэтому Денис меня попросил помочь сену заготовить. И вы столько когда заготовили-то? А это не мы. Это грузовик привез. Какой грузовик? Не знаю. Сказали тебе подарок. От кого подарок-то? Папа сказал, от какого-то поклонника. Хорошо, каюсь. Татьяна Юрьевна, хотела облегчить вам жизнь за вашу отзывчивость. Ну, я оценила масштаб вашей благодарности. Теперь это как-то придется перетаскивать в тайгу, в кормушке. О! О! Вот об этом-то я и не подумал. Ладно. Что? Готов исправить ошибку? Да тут виллу понадобится. Дядя Саша, это же грабли. Ну да. Александр Васильевич, не беспокойтесь. Мы все перетаскаем, а до зимы здесь целее будет. Ну, ладно. Если до зимы терпит, то... С вашего позволения отклонюсь. Всего доброго. До свидания. До свидания, дядя Саша. Александр Васильевич, спасибо, что проводили. Сообщите мне, пожалуйста, сразу, как будут готовы результаты экспертизы по машине Глухова. К утру все пришлю. Здравствуйте. А ты ненадолго? Не волнуйся, вечером уеду. Я не волнуюсь. Не обязательно тебе спасаться бегством. Можешь оставаться сколько хочешь. Мам, у нас же на кухню влезет вторая складушка наша. Конечно. Ну вот. Пап, пошли уже быстрее. Ты к кому приехал? К тебе. Забирай инструмент. Танюш, ты правда не сердишься? Правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Добрый день, Алексей Савельевич Добавил субтитры DimaTorzok 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 А Настя за ней на новосведе Рванова. Ну, мало ли чего по дороге случается. А Олег что? Не пытался ее остановить? Нет. Он тут расстался и утром так уехал. Когда это была точная дата? Так сейчас посмотрим. Я смотрю. А, вот. Вот. Двадцатый июля. Угу. Спасибо, Алексей Савельевич. Всегда рад помочь. Что, пойдем знакомиться с Леоновой? Получается, Лиза покончила с собой сразу после возвращения с турбазы. В тот день, когда с турбазы вернулся Олег. Что это значит? Случайное совпадение? Может и так. Но лучше все хорошо выяснить. Леонид Андреевич? Здравствуйте. Капитан Третьякова. Это мой коллега Сергей Першин. Здравствуйте. Благодарю, что по первой просьбе занялись поиском моего сына. Это наша работа. Поиском отряд еще не пришел. Я с друзьями Олега собираюсь в тайгу. Простите, но у нас к вам будет несколько вопросов. О, да, конечно. Леонид Андреевич, скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Лизой, девушкой Олега? Причем здесь она? Где был Олег, когда Лиза выпала из окна? Когда Лиза покончила с собой, Олег шел к ней. Он увидел ее тело на асфальте. Для него это стало потрясением. Но это было только начало. Потом его начали таскать на допрос, подозревая, как будто он причастен. От него все отвернулись, даже близкие друзья. Я, честно говоря, переживал справиться со всем этим. Но, слава богу, Олег пришел в себя. А вы уверены, что он действительно пришел в себя? И эта трагедия с Лизой никак не повлияла на его исчезновение? О чем вам? Ну, может, Олег захотел побыть один или... Или покончил с собой? Нет. Если я говорю, что он пришел в себя, значит, это так и есть. И его друзья вам к нему вернулись. Извините. Ну что, готовы? Я пойду с ним и в тайгу. Дождись, пожалуйста, Настя. Возможно, она что-то знает про ссору Лизы и Олега. Лады. Маш, у тебя были хорошие отношения с Лизой? Как сказать, учились вместе в универе. В общем-то, и все. То есть подругами не были? Мы больше дружили с Олегом. С ней просто потому, что она была его девушкой. А Олег с Лизой часто ссорились? Я ни разу об этом не слышала. Олег любил Лизу. Может быть, у них были какие-то мелкие размолвки, но у кого их нет? Ну, судя по всему, у них были не просто мелкие размолвки, а ругались они серьезно. Ну, я ничего об этом не знаю. Извините. Ну, и уха. Взрыв мозга, а не уха. Добавку? Другин-то останется. Ну, не останется еще, ссорю. А рыбу кто ловит? Иногда Алексей Савельевич. Иногда я. Значит, ты на все руки мастер? Чего ее ловить? Она сама клюет. Вон, может, пустой крючок закидывать. Вот спасибо, благодать-то какая. Чего людям в мире на свете не живется? Ты вы о чем? Да ссорятся чего-то все, делятся. Слова плохие друг другу говорят. А вот Олег, пропавший этот, когда последний раз сюда приезжал с девушкой, с Лизой, поссорились они, помнишь? Не, не помню. Ну, как? Ты же ее на велосипеде через тайгу подвозила. Да, вспомнила. Я ее тогда на багажнике до Весногорска подвезла. Она тогда всю дорогу проплакала. А это что? Вкусное что-то? Таежная приправа. Хотите попробовать? И где же я ее так натер, а? Простите, добавил я вам лишних хлопот. Ничего страшного, можете развлечь меня беседой. Ну, вы же понимаете, у меня сейчас мысли только об одном. Да. Вам известно, что Олег вместе с Лизой были на турбазе за два дня до ее гибели? Ну, вы опять? Ну, разумеется, известно. Это была прощальная поездка. Олег хотел сообщить Лизе, что они расстаются. В тихой, спокойной обстановке. Но не получилось. Почему? У Олега была связь с другой женщиной. И Лиза об этом узнала. Связь с женщиной здесь, на турбазе? Да. Лиза устроила истерику. А Олег винил себя за это. Сын всегда с вами так откровенен? А что вас так удивляет? Мы с сыном очень близки. Я всегда его стараюсь поддерживать. Даже если не понимаю. И что все, больше никого не было. Ну, вот смотрите сами. Палатка номер один. Олег Леонов, Елизавета Суворова. Палатка номер два. Тихонов, супружеская пара в возрасте. Что, совсем в возрасте? Ну, вот читайте дальше. Внуки две штуки. Вряд ли Олег изменил Лизе с какой-то бабушкой. Да. Но вполне мог изменить с Настей. Вариант подходящий. Она же не сказала о причинах ссоры. Могла соврать. Почему так думаешь? Странная она. Кору какую-то все время живет. Какую кору? Горькую. Почему живет, не спрашивай. Да, думаю, я и так знаю. Делись. Когда я ждала Дениса, мне отец из тайги приносил осиновую кору, чтобы беременность легче протекала. Намекаешь, что она тоже того? От Олега? Не знаю. Но она соврала один раз, соврет и другой. Давай лучше Илюхе позвоним и попросим пробить ее прошлое. Я пока поговорю с хозяином Турбазы. Ты только с ним поосторожнее, а то он уже при виде нас удрагивать начинает. Это при виде тебя. Я еще, когда местный Турбазы-то искал, то решил сразу в Таюжный коллеги сыграть. И могилка шаманки мне, кстати. И даже кухню решил в Таюжную завести. Но с кухонью меня не заладилось в чем. Двух поворот даже уволен. А потом Настя в начале сезона появилась, она по велению пришла. Пригляделся самое мно. Из-за трех дней даже гости стали возвращаться. А где она живет? Так в Листогорске же. У старушки ей какую-то комнату снимают. Последний вопрос, Алексей Савельевич. Вы замечали, что у Олега и Насти близкие отношения? Да вы что? Не-не-не, ничего такого. Не. Ну что? Настя сирота. Отец неизвестен. Мать из Лесногорска умерла, когда девочке было 7 лет. Попала в детдом. В 10 ее удочерила семья из поселка Кордымев. Неподалеку. Откуда так много информации и так быстро? Такой и так быстро может быть только из полиции. В смысле? Девочка непростая. Попадала в поле Зренчевского еще в подростковом возрасте за драки. Илюху надо был номер ее приемного отца. Новиков Геннадий Романович. Беседу проводить будем. Будем. Вот этот? Наверное. Геннадий Романович? Да. Здравствуйте. Это я. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что согласились с нами встретиться. Простите, что на улице. Не хочу, чтобы жена слышала этот разговор. Почему? Вы поймете сейчас. Давайте присядем. Да. Мы с Аллей удочерили Настю после смерти нашей доченьки, Катеньки. Единственного нашего ребенка. Больше детей у нас быть не могло. В детдоме нас предупреждали, что у Насти реактивная психика. Но мы с Аллей не искали легкой жизни. Нам очень хотелось помочь Насте. И дать ей то, что мы не смогли и не успели дать собственному ребенку. Но не сложилось. Достаточно было любой мелочи, чтобы вызвать у Насти агрессию. Она становилась безумной и опасной. А когда Настя неожиданно схватилась за нож, Алля стала бояться оставаться с ней наедине. Вы, наверное, могли отказаться от опеки? Вернуть Настю в детдом? Нет, ну что вы. Нет, этот вариант мы не рассматривали. Но она ведь живой человек. Она же не игрушка. Я старался чаще бывать дома, чтобы держать ситуацию под контролем. Когда Настя закончила девятый класс, она уехала. И попросила не искать ее. С тех пор вы ее не видели? Нет. Теперь расскажите, где она? Что с ней случилось? Мы все это время жили в ожидании плохих вестей. С Настей все в порядке. Она живет в Лесногорске и работает поваром. В Лесногорске? Да. Да. Конечно, она же оттуда. Вы знаете, о чем я вспомнил? Когда Настя была еще в подростковом возрасте, кто-то рассказал ей о том, что ее бабка была шаманкой. И мне кажется, это очень сильно на нее повлияло. Шаманка. Вы уверены? Да. Она ездила в тайгу на могилу, увлеклась всеми этими шаманскими ритуалами. Возможно, это зов крови. Евгений Романович, по вашему мнению, Настя могла убить человека? Убить? Какой страшный вопрос вы задаете отцу, пусть и приемному. Ну, все-таки. Я знаю, что у Насти очень доброе сердце. Но болезнь иногда оказывается сильнее не я. Спасибо, Игнатий Романович. Мы поняли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Ну, одним вопросом меньше. Значит, вот кто тайно ухаживал за могилой шаманки. Вешал ленточки, оставлял ведьмины круги. Да. Срезал кору деревьев рядом с могилой. Да. Сереж, а могила идеальное место для сокрытия тела? Думаешь, Настя убила Олега, потому что он отказался признавать ее беременность? Что бы сделала настоящая внучка шаманки, если бы ее, как и бабушку, обманул мужчина? М? Это ж надо было такое придумать, а. Столько страстей про эту могилу рассказывать. Особенно, говорит, для мужчин опасно. Для одиноких опасно, Илья. А я сейчас абсолютно одинок. Илюха, с нами Таня. Она нас защитит. Если Люба узнает, она мне жития не даст. Давай, Илюх, лопату, без тебя справимся. Ага, сейчас. Обойдешься. Тихо. Там что-то есть? Мать честная. Ну что? Это он? Да, это Олег Леонов. Из него как будто всю кровь выкачали. Ноживое брюсно полость. При таких делах обильная кровопотеря – это обычное дело. Только крови около тела я не вижу. Значит, его сюда уже мертвым привезли. Интересно, когда? Сутки назад где-то примерно. А точнее тебе эксперты скажут. Звони, Илюх. Чего ты? Связь ловить надо. Да, были у нас отношения. И что с того? Настя, давай подробнее. Когда началось? Сколько длилось? Насколько было серьезно? Да как я пришла сюда работать весной, и так все и началось. Ну, Олег сюда часто приезжал. Он мне нравился, но планов я на него никаких не строила. Совсем никаких. Ребенок Олега? Его. И все равно ни на что не рассчитывала? Я не рассказала Олегу про ребенка. Когда он сюда приезжал с девушкой свои два месяца назад, я собиралась ему сказать, но когда увидела, как он руки распускает, подумала, нет, не надо. Не нужен ему ребенка такой отец. Лиза! Стоять! Иначе такой формат не устраивает. А такой, полетись. Нравится такой формат? Успокойся! Успокойся, успокойся! Если бы я тогда не вмешалась, неизвестно, чем бы все закончилось. Я взяла велосипед, догнала ее. Все-таки одна, городская, в тайге. Мало ли. за что он ее убил, знаешь? Я не знаю, она всю дорогу прорюдала. Я не очень разобрала. Я только поняла, что она собирается уйти к другому парню. А что за парень? Имя его не называла? Нет. Настя, как ты думаешь, что с ним могло случиться? Я не знаю. Я его не убивала. Да я его в тот день даже не видела. Где ты была в ту ночь? В Лесногорске. Кто может подтвердить? Моя хозяйка, я у нее комнату снимаю. Леонид Андреевич, примите соболезнования. Ребята, вы тоже. Мне очень жаль. Спасибо. Вы сделали все, что смогли. Пойдем собирать я ищу. Александр Васильевич, что экспертизы? Работают. Пытаются найти кровь, чтобы определить место убийства. А время? У меня три-четыре. Точнее, покажет экспертиза. Что наша подозреваемая? Все отрицает, говорит, что есть алиби. Проверим. Поедет с нами в Зауральск. Я вам и вашим коллегам объявляю благодарность. Подготовьте, пожалуйста, все документы по расследованию. Пришлите мне. Это официально. А не официально. Татьяна, наверное. Попробуйте отдохнуть. Хоть немного. Я вот что не понимаю. Если Олег так сильно бил Лизу перед смертью, почему доследственная проверка не зафиксировала никаких следов побоев? Ну, тут два варианта. Первый, Настя врет. Это, кстати, в ее интересах. А второй, Олег бил Лизу ударами, которые не оставляют видимых следов. Так делают садисты, желающие остаться безнаказанными. Ну, ничего себе версия. То есть, ты ей веришь? Насте? Не знаю. Ну, странная штука получается. Отцу Олег рассказывал, что это он хотел расстаться с Лизой. А Настя слышала, что это она хотела уйти от Олега. Почему Настя сразу не рассказала о беременности? Я, сори, Олега и Лиза тоже молчала. Почему? Возможно, не хотела, чтобы ее в чем-то заподозрили. Главное, почему ты ей веришь? Ты сама говорила, что она внучка шаманки. Что бы на ее месте сделала бабка? Вот, Серег, ты попал в самую точку. Зачем Насте убивать Олега, если это не он ее бросил, а она его? Это что-то очень тонкое. Бабка-шаманка бы так никогда не поступила. Мам, а может быть, ты с нами пойдешь на рвал? Нет, дорогой, не получится. Я жду важного звонка. Ну, может быть, мы тебя подождем. Мы же готовы, пап. Денис, думаю, мама не сможет пойти. Откуда ты знаешь? Знаю. Пойдем. Удачной рыбалки. Пока, мам. Пока. Слушаю, Александр Васильевич. Татьяна Юрьевна. Здравствуйте. Звоню, как обещал. Эксперты считают, что убийство Олега Леонова произошло в промежутке между 13-ю часами 12-го сентября и 5-ю часами утра 13-го. Точнее, установить невозможно. Угу. А что с алиби Анастасии Новиковой? Алиби имеется, но я бы 100% не стал доверять ему. Она запросто могла договориться с хозяйкой насчет алиби. Будет еще одна судебно-медицинская экспертиза на предмет причастности Новиковой к убийству. Есть ли следы ее ДНК на одежде и теле жертвы? Понимаю. Да. А вам отдохнуть-то удалось? Да. Спасибо, что беспокоитесь. Как-то не до отдыха сейчас. Мне все время кажется, что я опускаю что-то важное. А вам удалось найти следы крови в окрестностях турбазы? Нет, не удалось. Угу. А что с алкоголем в теле Олега? Алкоголь имеется, но в очень небольших количествах. В небольших? Ребята говорили, что он еле держался на ногах. Ну, Татьяна, верно, у каждого свой организм. Кто-то может выпить очень много и хоть бы что. Кому-то достаточно пару рюмок, и все. Не помнит себя. Да, конечно, понимаю. Спасибо, Александр Васильевич. До свидания. Алло, Алексей Савельевич, здравствуйте. Простите, пожалуйста, мне нужно с вами срочно поговорить. Алексей Савельевич, вспомните, пожалуйста, во сколько примерно вам звонил Олег и забронировал палатки для себя и своих друзей? А, так вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Олег Леонов, 12 сентября, 15.52. Угу. А вы разговаривали с Олегом, вы узнали его голос, да? Так, конечно. Номер-то его высветлся. У меня же в памяти забито все. Угу. А вот голос, я вот как-то об этом не подумал. Он разговаривал с вами как трезвый человек или как пьяный? Как трезвый. Я еще удивился. Они когда на базу-то приехали, а ребята вышли, говорят, Олег пьяный и из машины выйти не может. Угу. Вам удалось с ним поговорить? Да не, куда там. А, я потом-то Олега сам хотел разбудить. Но мне этот Артем-то опередил. Угу. Но мне тоже ничего не получилось. У него Олег кроссовка прям зашвырнул. Олег выходил из палатки? Нет. То есть вы его не видели? Ну, получается так. Угу. Спасибо, Алексей Савельевич. Вы мне уже помогли. Пожалуйста. Пожалуйста. А можно я вас сейчас спрошу? Спрашивайте. Настюха, что это в ребут? Следствие еще идет. Понял. Только, Настя, она не такой человек. Ну, не могла она человека-то убить. Не может. Вы не переживайте. Мы обязательно разберемся. Спасибо вам большое. До свидания. Угу. Прошу. До свидания. Александр Васильевич, здравствуйте. Я к вам с просьбой. А вы можете мне организовать встречу с ребятами на той квартире, где жил Олег. И с Леонидом Андреевичем я бы еще раз поговорила. Вот сначала с ним, а потом с ребятами. Это очень важно, поверьте. Проходите. Спасибо. Леонид Андреевич, мы ознакомились с материалами доследственной проверки по поводу гибели Лизы. Вы свидетельствовали о том, что ваш сын, перед тем, как пойти к Лизе в тот день, находился вместе с вами. Да, это именно так. Здесь, в этой квартире? Да. Вы сказали правду? Разумеется. Или когда Олег, буквально плача, говорил, что чувствует вину за гибель своей девушки. И боялся встречи со следствием, вы решили помочь своему сыну, обеспечив ему алиби. Леонид Андреевич, скажите правду сейчас, чтобы узнать все о гибели вашего сына. Ваша ложь ему уже не помогла. Какие отношения у вас были с сыном? На самом деле. Последние годы, когда умерла моя жена, мать Олега, практически никаких. И все изменилось после гибели Лизы? Да. Олег был так искренен, так беззащитен, что я согласился солгать ради него. А кто бы не согласился. Вот вы, например. Надеюсь, мне не придется делать подобный выбор. Искренне вам это желаю. Леонид Андреевич, нам нужно поговорить с ребятами без вашего присутствия. Я могу попросить вас выйти. Вы можете посидеть во дворе. хорошо. Хорошо. Тихо. Я не буду терять время на вступление, я знаю, как все случилось. Могу ошибаться в деталях, но не в главном. Вы убили Олега здесь, в этой квартире. А на турбазу увезли уже мертвое тело, выдав его за безнадежно пьяного человека. Я понимаю, почему вы приняли такое решение. В квартире скрыть следы преступления практически невозможно. Нет, вы, конечно, замыли кровь. Крови было много, да? Но, ребят, как только здесь поработают эксперты, поверьте, следы преступления будут обнаружены. Поэтому будет лучше, если вы скажете все прямо сейчас. Хорошо, тогда я продолжу. Зачем вы это сделали? Очевидно, вы не могли примириться со смертью Лизы и с выводами следствия. Вы знали характер Олега и были уверены, что это он помог Лизе шагнуть в окно. Словами. Ну, или не только словами. Но вас никто не слушал. Даже следствия. У Олега было алиби, предоставленное ему отцом. Но вы в это алиби не верили. И справедливо. Леонид Андреевич солгал, в чем только что признался нам. Вы решили разобраться самостоятельно и хотели поговорить с Олегом без посторонних. Для этого вы помирились с ним и даже приехали к ним на день рождения. Никто ни на какую турбазу не собирался. А потом вы с телефона Олега позвонили в приют шаманки и забронировали палатки на его имя. История, рассказанная хозяином турбазы про могилу шаманки, оказалась вам на руку. Ночью вы вытащили тело Олега и скрыли его в месте, которое, ну, пользуется дурной славой, да? Вам казалось, лучше пристанище не найти? Вы хорошо подготовились. Вы детально проработали свою версию и точно как по нотам разыграли ее. Вы представили себя друзьями Олега. Хотя на самом деле вы друзья Лизы. И всячески выгораживали Олега во всех своих рассказах. И на турбазе на поиске вы остались потому, что это как нельзя лучше вас характеризует. Вы очень не хотели, чтобы следствие пошло по пути той страшной истории с прошлым. Но вы все-таки не хладнокровные убийцы. И когда мы вышли от могилы, нервы не выдержали. Маш, твой обморок был не случайен, да? Это ложь, ложь. Черт возьми, кто-нибудь тебе выяснит, что здесь произошло? Это я во всем виноват. Я умолял Лизу бросить Олега. Он увел себя с ней, как скотина. Изменял, выгонял, снова звал, бил. Почему же она это терпела? Да это было как болезнь. Она даже не жаловалась. А когда она приняла решение уйти, он ее убил. Он считал ее своей собственностью. А собственностью она не может принимать решение. Ой, ребята, зачем вы это сделали? Мы хотели знать правду. Мы просто хотели записать признание Олега и отнести следователю. Но что-то пошло не так. Да. Да я выкинула вашу крысу в окно. Она даже не сопротивляла, знаете. А тебе что, не обломилась? Никита, не надо. Пусть сначала скажет все. Ой, не дейте больше. Я вам все расскажу. Все. Чедеровно, гнида. Не выкупайте, что все мои показания под вашими пытками вообще ничего не значат. А вас за взлом, проникновения и угрозы всех пересажают. Абсолютно как я тоже посадил. Ой, так. Чего вам там еще признаться? Что рассказать? Маша, а ты да что с ними припел? Смогли с тобой еще маленько пообщаться. Артем, мне кажется, эта дама во скором времени опрокинет. Ведь она такая же крыса, как и ее подружайка. А потом он умер. Нож попал в артерию и Олег истек кровью. Кровь мы замыли. Во всем виноват только я. Я должен был понимать, что она и оставит Лизу в покое. Артем, Маша ни в чем не виновата. Только я. Я напишу признание. Это будет решать суд. У вас сохранилась запись признания, Олега? Я ее стерла. Можем попробовать восстановить. Это может им помочь. Угу. Саша, я должен попросить у тебя прощения за ложь. Зачем тебе это? Ты так уже сам себя наказал. До приезда экспертов и автозака прошу всех оставаться на местах. Хочется вычеркнуть все из памяти. И не вспоминать, как страшный сон. Не получится, Александр Васильевич. Да. Если бы я так не доверял Леониду, то Олег бы сейчас был бы жив. Ребята себе судьбу бы не поломали. Не дождались правды. Сделали то, что должен был сделать я. Попытаться найти справедливость. Александр Васильевич, у нас с вами работа такая. Простите за банальность. Все время как над пропастью. Шаг вперед и падение. Что нужно сделать? Встать и идти делать свое дело. Танюша, в 20 лет каждое утро говорю себе эти слова. Правда? Правда. Вообще, я тот еще сухарь. Не похоже. О, таких сухарей не встречаю. Ни с кем не могу найти общий язык. С коллегами по работе. Жена от меня сбежала. Не выдержала. Сказала, не могу до тебя достучаться. Пробиться к тебе не могу. А с вами мне удивительно легко. Нет, правда. Вот сижу и думаю, как просто обо всем могу с вами говорить. Может, потому что вы настоящий? Александр Васильевич. Подождите. Дайте высказаться. Угу. Мне, правда, очень горько, что мы встречаемся только по работе. Разрешите мне звонить вам иногда? Неофициально. Разрешаю. Значит, я не слишком много себе позволяю? С нормальной. Милочка, вы что за средства моему мужу прописали? Ну, как вы и просили. Для облысения. Хорошее средство. Для облысения? Угу. А у него, наоборот, все в рост пошло, где не надо. Был муж, как муж, а стал чистый орангутанг. Я требую, верните мне все назад. Гражданочка, вы зря так беспокоитесь, если мужа свой обижаете. Какой не есть, но свой, родной. А то что же это? Орангутанг, орангутанг. Вы подумайте. Ведь если он орангутанг, то вы-то при нем кто получаетесь? Что? Вы что себе позволяете? Я буду жаловаться. В полицию. А уже здесь? Что, Клава, не вышла из тебя знахарки-то? Сереж, а я так старалась. Даже чуть с ума не сошла. Ну и, Клава, есть одно средство, моментально в разум приводит. Да? А ты откуда знаешь? Ты же не знахарь. Ну и что? Мне тут в последнее время тоже кое-что открылось. И что же это за следство? Женюсь я на тебя. Что? Не пойдешь? Надь же, как быстро подействовала. О, Любонька, ты так тихо зашла. Давно стоишь? Давно. А чего стоишь? На тебя смотрю. А если что на меня смотреть-то? Ну, а мы теперь на тебя другими глазами смотрим. Кто это мой? Ты что, не одна, что ли, там? Не одна. Люб. Так ты? Да? Ты представляешь? То есть ты не поверила. Столько раз уж врал. Вчера поехала в Зауральск, сдала анализы. А что ж ты мне ничего не сказала? Ну, вот не сказала я, Леша. Мне сестра говорит, вы можете завтра не приезжать. Мы вам все на телефон пришлем. Я поехала, не знаю зачем. Приезжаю, а она мне дает этот листок. Любонька. Я не знаю, мне радоваться или плакать, или что мне делать. Любонька, родная моя, я знала, что у нас получится. У нас будет самая красивая девочка на свете. Да, мне кажется, у нас будет мальчик. Не, ну, может, все-таки девочка. Да, наверное, мальчик, Леша. Да ладно же, кто будет, тот будет что сейчас загадывать-то, правда? Ты знаешь, выйду в декрет, буду пинетки вязать. И меня научишь. Ну, ты что, в декрет, что ли, собрался? Ну, а как же, мы все должны делать вместе. И на танцы будем ходить, и на лошадях кататься, и в хоре петь. А как же, все должны делать вместе. А как же твой городил? Да ладно, там Татьяна с першим справится, господи. Девочки мои, девочки мои. Мам, мне кажется, ты устала. Мне тоже так кажется. Я так считаю. Я думаю, тебе нужен отдых. Несомненно. И мой голос тоже, засчитайте. Спелись. А о чем ты, Танюша? Я же давно говорю, тебе нужен отпуск. Нормальный человеческий отпуск. И у нас есть идея. Всем вместе поехать в цирк. В какой цирк? В Зуральск приезжает настоящий цирк из Перми. И вот мы с Денисом решили туда поехать. Я же никогда не был в цирке. Я тоже. А я, как давно не была, с удовольствием бы сходила. Татьяна, порадуй маму. Ну, езжайте. Ну, без меня. Нет, без тебя неинтересно. Ну, что я могу сказать? Если человек не хочет идти в цирк, то цирк приходит к этому человеку. Для вас в арене сегодня выступает веселый клоун Дениска и невеселый клоун Максимка. Они умеют зонглировать. И так, Дениска, ну что, покажем? Денис, молодец! Ваши аплодисменты! На арене династии Якушевых третьих холы! Дрессированные лошадки! И тут появляется наша великая, великолепная, непревзойденная клоунесса, которая обладает навыком жонгляжа. Али! Ап! Мерсейный шлюк! И жонглируем, жонглируем, жонглируем! Все, 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 едем в цирк! Ура! Мерсейный шлюк! Субтитры создавал DimaTorzok